Сиамская кошка – описание породы и характера. Сиамская кошка отличается весьма характерным обликом. Главные отличительные черты – большие заостренные уши и длинный хвост с загнутым кончиком. Еще одна очевидная особенность сиамских кошек – окрас. История происхождения породы. В истории происхождения сиамской породы нет четкой линии рода. Однако как среди любителей, так и среди профессионалов распространены многочисленные легенды. По одной из них коты из сиама появились на корабле Ноэ, где скрестились лев и обезьяна. Альбинос сиама ориентальской группы – еще одна гипотеза объясняет происхождение залома на кончике хвоста. Принцесса сиама во время купания нанизывала на хвост любимицы украшения, завязывая хвостик узлом. К сведению, государство сиам, сегодня Таиланд, считается официальной родиной породы. Эти кошки здесь действительно очень почитаются и обитают только в богатых и знатных домах. Описание и внешний вид. Сиамские кошки отличаются небольшими размерами и мелким костяком. Домашние кошки очень грациозные и гибкие. Сложение особей пропорциональное, хотя кажутся очень тонкими и хрупкими. Для головы характерна удлиненная форма, клин хорошо выражен. Мордочка изящная, челюсти и подбородок средние. От носа нет перехода в лобовую часть. Чистокровные сиамские коты отличаются немного косыми глазами, они просто миндалевидные лучистого голубого оттенка. Косоглазие характерно не для всех сиамок, коты обычно отличаются именно таким расположением глаз. Обратите внимание, как бы надумленный кончик хвоста сегодня не считается основным стандартом породы. Стандарты породы современными стандартами сиамы и ориенталы считаются практически одной породой. Особи часто скрещивают между собой. Акрас поинт сиамских представителей считается нормальным, даже если есть незначительные затемнения на боках. Нестандартными являются представители с темными питнами ваху на груди, а еще если на кончиках лап имеются белые вкрапления. Потеря контраста является причиной для дисквалификации, но это касается выставочных экземпляров. При этом на формирование окраса никак нельзя повлиять селекционным путем. На современном этапе заводчики добиваются изменений в размерах ушей. Особенно ценятся большие раковины, которые придают особям совершенно новый вид. Разновидности окрасов Интересная породная расцветка называется поинт-я и присущи темные отметины на ушах, мордочке, лапах и хвосте. Шерсть особи имеет особенность темнее при низких температурах. Окрас также зависит от возраста особей, обычно стабилизируется к 10 месяцам жизни животного, поэтому по новорожденному котенку сложно разобрать оттенки. Обратите внимание, породные варианты окрасов отличаются разнообразием. В природе достаточно много сиамов со светлой и темной составляющей. Расцветки называются селпойнт, шоколадный, блюпойнт, лиловый, голубой, флеймпойнт, однако могут рождаться и рыжие сиамы. Чем отличается сиамская кошка от тайской? Тайская кошка представляет собой старый тип породы сиамок. Энтузиасты проявили все свои усилия, чтобы этот подвид был выделен в отдельную породу. Большая часть отечественных сиамских кошек на деле должна называться тайскими. Основные отличия могут различить специалисты, но они включают в себя следующие признаки. Тело тайок более округлое, а у сиамки вытянутые. Похожие на изможденные уши тайок закругленные невеслоухи, а у сиамских заостренный хвост тайок средней длины не длинношерстный. У сиамок это тонкий хлыст, разрез глаз также разный, у сиамок глаз раскосые, тайцы имеют более круглые зрачки. Особенности характера Породные котики отличаются активностью и общительностью. В контакте с человеком особям важны динамичные игры. Кошкам важно внимание хозяев, поэтому, решив завести сиамскую кошку с характером, важно учесть этот момент. Сиамская кошка с характером породные представители отличаются ласковостью и доверчивостью, часто требуют такой же эмоциональной отдачи от человека. Благодаря особенностям характера сиамцы легко дрессируются, так сфинксы. В общении с человеком ловко используют голосовые связки, меняют тональность и высоту звука. Важно! Эмоциональность и активность сиамов не всем понравятся. Для любителей спокойных и размеренных животных эти породные представители не подойдут. Особенности кормления сиамских кошек Особенностей в режиме питания сиамских кошек нет. Специалисты рекомендуют промышленные корма премиум класса. Однако подобный рацион многие считают однообразным, поэтому стараются давать более насыщенный корм. Промышленные корма среди кормов повышенным качеством отличаются следующие бренды. Акана, Перина, Шусьер, Пронейчер, Аплос. Количество необходимого корма, как правило, указано на упаковке. Специалисты советуют выбирать составы без лаков и клейковины, так как с таким питанием коты потом будут страдать от ожирения. Важное место среди ингредиентов должен занимать белок. Современными заводчиками практически не используется домашнее питание, поскольку его приготовление занимает силы и средства. Промышленные корма включают все необходимые элементы, к тому же экономят ресурсы, затрачиваемые на приготовление здоровья и болезни. Косоглазие считается характерным заболеванием сиамов, впрочем, как и заломы на хвосте. Наследуемые качества не относят к результату несочетаемости родителей. За этот признак отвечает характерный геном, который играет важную роль в окрасе особей. Вся маорентальская группа саломами на хвосте представляет собой отдельную тему для мифов и сказок. Однако, как выяснили исследователи, эта особенность породы является следствием вязки родственных особей. При этом подобная мутация генов на самом деле предоставляет массу страданий животным. Поскольку хвост является продолжением позвоночника, животные саломленным кончиком испытывают боль. Очень часто представители с подобной особенностью ведут себя агрессивно. Отсюда существуют легенды о злых сиамских кошках. Не все сиамские кошки злые и продолжительной жизни коты сиамской породы являются долгожителями. Представители, находящиеся в благоприятных условиях, живут до 20 лет и более. Специалисты считают оптимальным средний возраст данной породы 15-17 лет. Размножение и стерилизация. Вязка сиамов допускается заводчиками с полутора-двух летнего периода жизни. Вся сиамо-ориентальская группа подходит для разведения. Для молодых кошечек, как правило, рекомендуются опытные партнеры. Но договариваться с владельцами котов необходимо заранее. К сведению, при племенном содержании между владельцами особей заключается договор. Права и обязанности сторон прописываются. Также учитывается порядок воспитания котят. Если кошка или кот по каким-то причинам выбраковывается, особь подлежит кастрации и стерилизации по цене она обычно недорогая. Процедуры кастрации и стерилизации рекомендуются 80-месячным котятам. На практике данный вопрос лучше всего решать с ветеринаром. Нередко специалисты предоставляют услуги в домашних условиях, так как процедура не представляет сложностей. Самцы приходят в норму практически сразу после окончания действия наркоза. Самкам требуется несколько дней на восстановление, так как швы должны зажить. Как выбрать сиамского котенка? Если есть желание обзавестись сиамским котенком, лучше обратиться к заводчикам или питомник. Цена может составить от 100 до 3000 долин. Звездочка такая большая разница связана с породными стандартами, которым выбранная особь должна соответствовать. Но точную сумму, сколько стоит сиамский кот, можно узнать лишь у конкретных заводчиков. Обратите внимание, цена порой связана с видом котят, которых сразу распределяют на кастрацию для разведения или выставок. Профессиональных питомцев нельзя приобрести без специального договора. В документе указываются обязанности владельца. Например, особь для выставок должна участвовать в мероприятиях, а котенок для племенного разведения обязан соответствовать статусу. Все мероприятия организуются буквально с рождения выставочных питомцев, поэтому с возрастом они приобретают стойкую привычку к участию в удобном мероприятии. Если котенок выбирается в качестве домашнего любимца, родословные родители вряд ли понадобятся, но посмотреть свидетельства медицинских прививок все равно необходимо. Присутствие ветеринарного паспорта не должно усыпить бдительность, поэтому котенка важно осмотреть на отсутствие выделения наслизистых. Важно оценить качество шерсти. Выставочный экземпляр сиамки. Качественные заводчики занимаются продажей котя трехмесячного возраста. К этому моменту звери проявляют самостоятельность, но привычки еще формируются, поведенческих реакций привязанности еще нет. Поэтому возраст считается наиболее подходящим для передачи молодого сиамца или сианки в новый дом. Как назвать сиамского котенка? Сиамские котята довольно распространены, поэтому обычно не возникает вопроса, как назвать сиамского котенка мальчика или девочку. Специалисты советуют ракой имя, чтобы оно подходило и в детстве, и во взрослом возрасте. Обратите внимание, часто выбор клички осуществляется по породному происхождению, что наиболее приемлемо именно для сиамов. Имена с историей Хатор или Исида, древнейшей, принадлежавшей царской династии. Клички попроще, сиам, симп или симон, хороши для породистых животных, так как тоже подчеркивают статус сиамских пушистых котов. Хорошим выбором будет кличка, сочетающаяся с окрасом. Например, шоколадных представителей называют мокко, шейк, брауны, капучинка, чако. Огромные списки кличек атомы и собакам можно найти по буквам алфавита на различных специфических сайтах. Нередко имена разделены по породным признакам, окрасам, а также по другим факторам. Среди множества предложений можно найти прикольные, красивые, редкие клички для кошечки-девочки или котенка-мальчика. Положительные качества и недостатки породы. Основное достоинство сиамы кошки – высокий интеллект. Породистые умники и умницы отличаются капризностью, поэтому не подойдут в качестве спокойной домашней тихони. Игнорирование этого полноправного члена семьи приведет к озлобленности питомца. Также в плюсы относят следующие характеристики – ум и сообразительность, красота и изящество, преданность, игривость и активность, хорошая обучаемость. Минусов немного, но они есть – обидчивость и злопамятность, независимость и своенравность, чрезмерная чистоплотность, ревнивость. Непереносимость пониженных температур, дорогое содержание выставочных экземпляров. Отзывы владельцев. О породе заводчики отзываются в основном положительно. Игорь, 28 лет, г. Москва, Мартин – мой сиамский кот, который представляет собой милейшие создания. Дети, приходящие в гости, могут запросто таскать кота за хвост, и никаких последствий за это не будет. Мстительности и злобы питомец не проявляет вовсе. Очень привлекает, что Мартин понимает все с полуслова, даже интонацию голоса. Иногда кажется, что кот даже умеет разговаривать. Очень рекомендую породу в качестве домашнего любимца любым семьям. Оксана, 19 лет, город Самара. Сиамская кошка у нас в семье давно. Хочется отметить интеллектуальность нашего создания, которая поддается обычной собачьей дрессировке. Сиамка будет правильно себя вести, если относиться к ней как к маленькому ребенку. Нельзя на кошку орать и тем более бить. При правильном подходе к воспитанию проблем в содержании точно не будет. Это ласковая и милая подружка, которая принимает участие в домашних делах и понимает любое настроение владельца. Характерные оценки любых породных представителей отличаются относительностью. То, что для одного человека хорошие качества, для другого отрицательная повадка. Например, темпераментность сиамских кошек нравится далеко не всем. Часто сиамам присуща смена настроения. Милейшее животное буквально за секунду превращается в негодущее создание, причем, казалось бы, без видимого признака. Обратите внимание, голос породистых представителей многим кажется скрипучим и пронзительным, но кому-то такая разговорчивость очень нравится. Желающие завести представителя сиамо-ориентальской группы должны учесть любознательность этих животных. Котомец точно не оставит без внимания ни одно событие в доме. Также стоит понимать, что сиамские коты и кошки никогда не уживутся с другими животными. Ревнивость будет проявляться буквально во всем. Например, недовольство сиамских кошек будет выглядеть в виде порчи обивки мебели, разбрасывания вещей, обдирания обоев. Если времени на воспитание сиамки нет, лучше не заводить породных представителей вовсе. Несмотря на то, что проблема с развлечениями для кошки решается покупкой кошачьих гор и головоломок, это не заменит внимание хозяева. Поэтому перед покупкой котенка стоит 300 раз все взвесить. Звездочка цены указаны на октябрь 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова